добрый вечер еще раз подключайтесь пожалуйста подключайтесь добрый вечер добрый вечер мы с вами закончились прямым эфиром по львятам я прервала сохранила и сейчас будем делать манго так ну традиционно сначала отрабатываем на бумаге логий я ваш панат спасибо большое очень приятно возьмем новый листик манго бывают разные когда я дала анонс по манго очень многие мне писали о том что манго же на самом деле круглый манго бывают разные давайте начнем с этого у меня конкретно манго скорее всего азиатский который вот я лично люблю кушать вот поэтому где мы ищем да вот пинтерест заходим набираем манго вот вам пожалуйста куча всяких разных манго на все виды случая набираем рисунок вот он вам выдает кучу всяких рисунков и вы можете выбрать тот который хочется именно вам на ну давайте полазим что тут есть он с каждым разом обновляется да и каждый раз что-то новенько предлагает скачать изображение можно вот таким вот образом кто не знает вдруг как скачиваем три точечки скачать изображение все и потом это все дело у вас появляется в фотографиях что это за приложение для пинтерест я пока буду подготавливать типсы для рисунка мы с вами возьмем светлый цвет розовый со сложным названием delightful традиционный нашим покрываем у нас манго должен был быть после гаечки но тот день да это позавчера по моему было у нас что с эфиром и вообще не за не заладилось instagram отказался в качестве показывать хотя я там переходила по три-четыре раза ничего не получилось мы вот протестили youtube на случай если вдруг начнет предлагать инстаграм мы просто двинемся в youtube но пока вроде бы нормально все было не создавал никаких проблем скажите пожалуйста есть те кто вообще первый раз у нас в эфире и кто вообще со мной не знакомым и не знает кто я и вообще что он здесь делать вот пожалуйста напишите кто первый куртышу лайкинг скетчки а сами на telegram здравствуйте первый раз первый но тогда еще раз представлюсь меня зовут заворотынская ольга я предприниматель у меня свой бизнес три салона до кризиса было вот будет два после кризиса к сожалению в живой в городе калуга а также я преподаю работая в сфере ногтевого бизнеса уже более 12 лет в этом году 10 лет будет сети салонов и вот и что еще у нас и школа я преподаю лично как инструктор также у меня есть еще несколько инструкторов разным направлений как вас найти по телеграмму заворотынская нижнее подчеркивание nails вот только буква z маленькая небольшая 0 либо через ссылку в instagram story я размещу если еще не разместил на по-моему не размещала вот что еще я про себя могу сказать могу сказать что 10 лет у меня бизнес да вот преподаю в разных странах и за границей в том числе вот и собственно говоря лет мне двадцать девять лет лет мне двадцать девять восхищены сохранить стопа не к сожалению вот в предыдущем эфире говорила о том что не сохранились но буду оформлять онлайн курс по принцессам и обязательно скину по этапность так по поводу манга погнали я уже говорила о том что я люблю азиатский манга вообще фанат таиланда я очень люблю таиланд вот я там была 7 раз и собственно говоря по этой причине я люблю манга это один из самых любимых моих фруктов хотя мы кстати много рисовали в последнее время азиатских фруктов и dragon fruit тоже у нас был достаточно яркий и приятный манга есть круглые есть выпуклые так далее там подобно мне вот в общем вот такой вот не круглый и не супер желтый не зеленый он у меня красный желтый вот здесь открытая часть манга его нарезают но вот такие вот квадратики листики у манга довольно таки длинные такие как бы продолговатые да здесь у нас веточка разместим еще один листочек сюда выпустим еще один листик вот таким вот образом такая вот у нас схема получается по поводу тени тень будет точно от листика здесь вода падать тень будет вот в этой зоне самое светлое место у нас будет вот тут блик вот эта часть манга тоже будет довольно таки светлой то есть будет уходить в тень кусочки да пусть мы сейчас разделим с вами это все дело и некоторая часть будет уходить в тень а вот эти вот квадратики сами они будут самые самые светлые буду начинают рисовать этот вот момент и продолжу повествование презентабельность представление презентация самопрезентация так для того чтобы у нас ничего не сместилось я вот здесь вот это дело склею чтобы было удобнее работать предугадывая ваш вопрос креплю я тип с вот такими штуками это двусторонний скотч просто он кругленький для скетч всяких разных продается в москве в леонардо в магазине у нас в регионах не знаю где купить но предполагаю что тоже в каких-то магазинах типа все для рукоделия снимаем легкий слой с фонового цвета чтобы ничего нас не подтекало берем темно-коричневый мешаем его с черным гель-лаком как я говорила прорисовочку я выполняю гель-лаками не карандашом и гель-лаком вот в данном случае можно чуть с оранжевым смешать потому что у нас манго типа желтую будет такое желто-красное и намечаем дальше вот эту часть это открытая часть она типа развернута вот таким вот образом можно даже попышнее здесь у нас листики будут такой вот просто чтобы вам скажем так вместить особо там прорисовывать не надо потому что все это можно заполнить цветом изначально когда мы сейчас будем подложку цветовую делать здесь вот толщину линии уберу лишнее и подсушим дальше берем для манго мы желтый горчичный я уже говорил да вот такой вот цвет мы его использовали в львенке в предыдущем эфире и его я чуть-чуть подсмешиваю вот со 109 милка прям самому малость без фанатизма для плотности нужно будет добавить белый гель-лак что белый сильно пигментированный и его конечно не хватает иногда в цветах чтобы была именно плотность чуть-чуть мы это дело добавляем сейчас покажу как это все дело размешиваю вот здесь вот таким вот образом и дальше начинаем просто заполнять наш манго палитра у нас сейчас грязная вот так выглядит я ее специально убираю потому что камера начинает на не уловить фокус и фокус начинает бегать туда-сюда не очень удобно смотреть вот палитра у нас предыдущего эфира осталось начинаем просто заполнять напомню я взяла чуть-чуть белого желтого и коралловый такой оттенок как бы вмешала то не что по фруктам тоже должен был быть онлайн я его записывала но решила что его я покажу бесплатно на протяжении карантина да надеюсь что это будет неделю мне как раз 7 уроков было но вот приходит уже время подходит скажем так завершение моих наработок и уже придется что-то новенькое думать это новые фрукты что нас еще ананас остался и лимон карантин еще не закончился до эфир сохраняю не переживайте вот отлично я просто понимаю что сейчас очень много кто выступает в прямых эфирах есть очень реально интересные актуальные темы многие не сохраняют поэтому не переживайте вы сможете пересмотреть и если вы есть телеграм-канале то вы сможете поэтапность взять дальше желтые светлые белый и желтый не он немножко вмешала и начинаю вот это все дело заполнять вот таким вот образом трасс берите пожалуйста палетку ну вот лишь говорю теряется фокус поэтому убираем проблема умных камер в этом гуляющем фокусе киви нет не был очень просто рисуется на самом деле как и папа я то есть это прям вообще самые самые простые элементарные дизайны которые вообще на базовых курсе показываю очень быстро рисуете там начата лукатур рисовать че тут рисовать я пока только просто ляпаю краску смородины можно рисовать крыжом да очень крутая малинка очень вкусненькая получается под листики салатовый с темно-зеленым можно немножко желтенького добавить и начинаем листочки рисовать листочки напомню нас продолговатые помним о том что они у нас куда-то уходит за мага да соответственно они не должны у нас стыковаться ну нелепо как бы они должны туда куда-то корешом корешок уходить трасс сюда вторую размести листик сколько примерно времени уходит на такой дизайн по-разному все зависит от того что скажем так сколько раз я рисовал этот дизайн то есть если уже не первый раз рисую там 2 или 3 то вообще на 20 если у меня уходит скажем так ну что-то новенькое ко мне приходит то где-то час авокадо да пока ты кстати тоже в базу входит без объяснений 20 минут можно и быстрее ну да конечно без объяснений если не отвлекаться ну на клиенте конечно это все быстрее происходит то есть ну шик 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 и все с объяснениями конечно это дольше так листик но без объяснений сложно но и не очень понимаю как можно рисовать да без объяснений мне же нужно чтобы потом смогли повторить дело это основной цвет толстый кисточка нанесла а дальше начинаю распределять здесь у нас к веточке будет стыковаться распределяем что же много на краске взяла сильно большие такие ляпушки не делайте не накладывайте много краски чтобы высоты не было лишней такой листик и суши мандарин и яблоко вы удивитесь но это был апельсин хотя я тоже кстати думаю что он больше на мандарин попали яблоко да по-моему даже по моему отрисовок тоже нету по ним в телеграме понятно что в эфире для нас объяснениями и минута ну конечно да клиент чё объяснять я с клиентами кстати даже уже сейчас практически не болтаю в основном они мне что рассказывают но либо фильмы мы смотрим фильмы сериала потому что у меня все клиенты приходят они уставшие до чак не сериал прервалось немножко вернулась молочек забыл что прямой эфир берем темный зеленый апельсин к сожалению нет а матом топом делать потом легкие выравнивания нет топом я вообще не выравниваю матовым велюровым если то до матовый нет потому что он для этого не приспособлен если вам нужно выравнивание выполнять то тогда велюровый топ используйте но по велюру не очень хорошо ложится прорисовка то есть если у вас большое количество тонкой прорисовки и вы не супер-пупер в тонких линиях да то лучше конечно ну как бы выровнять глянцевым топом а сверху просто прорисовать матовым топом в смысле не прорисовать а перекрыть матовым топом тонким слоем выравнивание выполнять глянцевым а мат задавать матовым всех так руки нами чешется клиентов так хочется поделать мне так хочется порисовать на клиентах маникюрчик чистенький прям сделать хочется вообще ломка у меня еще получается карантин так застал нас когда был инструкторский курс и получается я в основном только либо объясняла показывала но не сама не работала и я уже тогда у меня ломка началась а теперь так вообще берем красный такой коралловый да с оранжевым рисуем внизу корочку такую слегка 1 сделали и светлым таким цветом светло-коричневым начинаем выделять 1 2 1 ряд 1 2 2 здесь вот сколько влезет на там 3 и потом поперек не потом вы закалебраем прям мне сегодня телефон разрывается намечаем клеточками сделали для себя на мяточки сушим да мне кажется будем задаром работать велюр и вельвет как лучше я думаю что это одно и то же но по консистенции но не соглашусь с вами на самом деле зря вы беспокоитесь я думаю что все-таки востребованность в наших процедурах имеется в бьюти до сфере останется то есть напрасно вы считаете что клиенты прямо так сильно откажется от бьюти услуг возможно на какой период времени кто-то кого действительно очень мало скажем так средств до первичного может быть кто-то откажется походит какой-то время без них потом вернется то что вернуться это однозначно ну прям даже можете не переживать нашей сфере и вообще наши женщины они скорее будут голодные но точно с волосами с ногтями и так далее это немножко не про то у нас сейчас клиенты атакуют они готовы несмотря на все эти указания президента да там запреты выйти подпольные так далее нам приходится объяснять почему мы этого не можем сделать да и как-то призывать к разуму какому-то я думаю что если бы было можно сейчас бы никого не остановила это я взяла топ смешала с оранжевым и сейчас этот цвет оранжевый наношу верхней части задают такой в рыженький оттенок легенький вот светло-коричневый с оранжевым будет у меня тенью прокладываю эту тень здесь и вот здесь и тут пропал немного качество так меня слышно меня видно расскажите пожалуйста как дела апельсин поэтапно он у меня был смысле как когда рисовала девочки за скринили а сейчас к сожалению нету некоторые мастера работают на дому да вот тут конечно спорно сейчас есть вариант такой что многие клиенты возможно уйдут как раз таки до больше часть неплатежеспособных уйдут к мастерам на дому но я честно говоря не очень к этому отношусь в телеграм будет порядок прорисуемо да манга будет туда у меня тоже все спрашивают работа или нет причем на мои клиенты новенькие нас бомбят и новенькие и наши клиенты ну конечно нам приходится иногда даже с агрессией сталкиваться если честно потому что не все клиенты понимают что это блин не от нас зависит вот поглубже тень делаем и этим же цветом начинаем отделять вот здесь выделять эту историю то что наш часть будет светиться часть будет уходить в тень чтобы вышли на первый план те кусочки которые у нас будут скажем так на первом плане эти уже получаются такие кусочки видны ну вот теперь берем зеленый мешаем синим и топ понимаете какая ситуация сама работаю уже 12 лет и конечно свое время я работаю на дому тоже ну как бы кого я буду обманывать я об этом писала говорила да то есть и свое время я ушла от этой истории открыла маленький кабинет потом студию потом в общем до салона разрослась никаких денег супер у меня там не было никогда и родители очень простые все только вот скажем так нажито непосильным трудом тем временем я стягиваю тень слегка вот так вот да вот это я к чему это к тому что мне изначально не хотелось всю эту грязь тащить домой вот поэтому я какой-то период времени для себя отмерила и потихонечку постепенно начала стремиться к тому чтобы выходить из домашних услуг и иметь возможность сделать это в кабинете хотя бы сейчас мастерам которые до такой же логики придерживаться как у меня наверное будет чуть-чуть посложнее потому что их вообще наши многие наши мечты и желания и планы будут немножко задвинуты и на первый план выйдет история по поводу того что нужно просто выжить протянуть там прожить и так далее вот но я думаю что и эта история рано или поздно закончится и все таки кто-то из нас должен прийти к выводу что работать на дому это не прикольно кабинет это не так прям много денег надо или на крайняк идите в салон ищите хороший салон с хорошими условиями и ну как бы работайте в команде поверьте мне вы будете гораздо быстрее расти развиваться и не знаю сейчас мои коллеги смотрят меня или нет вот они не дадут соврать я бы тоже ушла на аренду но меня мелкие двое нет возможности работать в кабинете очень хочу да с детьми вообще отдельная история потому что конечно согласна но тут видите как все сугубо индивидуально у меня девочки есть такие курсы супер комби называется там курс по маникюру и по коучу скажем тогда именно по бизнесу я рассказываю там такие вещи про сервис про безопасность про будущее вообще математику для мастеров даю чтобы вы дома грубо говоря имели возможность прям посчитать и после этих курсов сто процентов учеников кто работал на дому они уходят работать кабинета это наверное чем-то говорит хоть и отдельная комната все равно хочу вне дома свой кабинет это классно к метро кабинету рознь можно маленький кабинете да можно маленький офис снять где аренда будет там прям совсем минимально я все-таки но если брать мое мнение да я за то чтобы работать в салоне честно скажу потому что если считать деньги то при графике 2 2 при среднем чеке 1300 за ногти мы знаем с вами что мастера на дому 1300 редко берут как правило сумма меньше вот и допустим в графике 2 2 чтобы жить вообще успевать детей с 10 утра до восьми часов вечера принимая да там от четырех до пяти клиентов вы будете иметь от 30 до 40 тысяч рублей в месяц это со всеми расходами и так далее там подобное но если вы работаете в офисе там там студия свой офис если на дому конечно с вас сходят многие расходы типа сервиса там коммуналки и так далее конечно на дому это будет выгодно вот потому что то сумма вырастет 1000 до 70 до 80 чистыми на руки вот а если вы работаете не на дому а все-таки какое-то свое пространство создаете то вам нужно будет либо повышать сервис чтобы повышать средний чек с 1300 до хотя бы полутора да там и выше либо брать дополнительную помощь себе какую-то типа наемных сотрудников либо работать чаще больше в общем короче свои плюсы и минусы вот поэтому я за то чтобы все таки все мастера которые не готовы к таким расходам и геморрой на занятия заражение работали с салонами чтобы именно салон руководитель занимался всеми этими проблемами как у нас вот сейчас происходит а и по выходу тоже что я не представляю сейчас если тут из мастеров попал бы под те проблемы под которые попала я типа аренды и все в этом роде я не могу вас найти в telegram в поисковике вводите заворотынская нижнее подчеркивание nails главное чтобы заворотынская было с маленькой буквы и вроде бы все как бы нормально находится многие у нас там уже есть там почти 500 человек они даже как-то меня нашли вот работа на себя на дому подразумевает тот факт что ваши услуги буду стоить недорого а соответственно к вам будет приходить определенный контингент людей а соответственно все ваши вложения в себя чаще всего просто не окупятся вот ну и плюс ко всему у нас достаточно творческая профессия да я просушу получше чтобы сейчас прорисовка приступим и конечно это важно когда то что ты делаешь твой труд но мало того что ценят ну типа там спасибо было круто вот я не говорю уже там про чаевые так далее вот но ко всему прочему еще и финансово как то вы видите разницу во всей этой истории вот допустим с курсами та же самая история да если говорить а на русском писали ну вот видите как как вас найти в телеграме самый распространенный вопрос мне кажется сейчас вводите по скейке заворотынская nails либо заворотынская ресурс заворотынской по-русски так или иначе и найдете тоже работаю на дому и в салоне с графиком 2 2 у меня пресс такой же как и в салоне но вот видите а вы с какого региона спб до питер единственное только наращивающе дешевле выйдет но вот смотрите да в питере и в москве это распространенная практика в регионах ну допустим у меня в салоне я не разрешаю своим мастерам работать на дому еще где-то по целому ряду причин начиная там от клиентской базы заканчивая элементарно они просто не будут успевать отдыхать черный гель лаком я начинаю выполнить прорисовку если мастер не будет отдыхать значит рано или поздно у него будет профессиональное выгорание а мне это невыгодно как руководителю потому что тогда я могу потерять рабочую единицу формате того что человек либо начну много болеть либо много ныть но в плане того что вот жизнь и так далее да там я не вижу своих детей свою жизнь это задача руководителя сделать все возможное для того чтобы не допустить не довести человека до вот этого истощения вот ну и про что я говорю вот про бесплатные курсы в том числе да есть очень большой процент это практически 80 может быть даже 85 процентов подписчиков учеников которым ну прям адекватные люди да и я вам очень сильно благодарны за вашу обратную связь за ваши отработки это действительно бесценно что я вижу что то что я делаю действительно нужно людям и хочется делать снова и снова но есть такие люди которые не здравствуйте не до свидания могут просто писать вообще без там каких-либо ну элементарных типа дай 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 ну как бы я не очень люблю подобного рода обращения мне нравится все таки когда мы понимаем что все в этой жизни заслуживает какой-то благодарности и нормального человеческого отношения вот и так история на самом деле связана повсеместно и с клиентами в том числе когда вы делаете за дешево клиенты вас просто не ценят к сожалению я уже отвыкла от этого хотя может быть будет сейчас меняться ситуация но я по крайней мере за себя могу сказать что я приложить максимум усилий все что возможно чтобы в это не вернуться мне важно чтобы то что я делаю ценилась на и уважалась я очень рада что вас это вдохновляет потому что в силу того что сейчас происходит да нужно все-таки концентрировать свою энергию на чем-то положительным вот чтобы у вас было желание рисовать творить навыки повышались чтобы мы все вышли как выдали тут красоту нашим клиентам чтобы они все были в шоке просто от того какие мы крутые ну и потом есть мастера работающие на себя да там студии которые могут иногда задать такой уровень сервиса который не каждый салон может создать ну давайте посмотрим правде в глаза если такое я тут кажется напутала с направлением полосочек почему гель-лака не гель-краска наш гель-краска будет очень ярко в диснея это допустимо потому что герои да достаточно яркие должны быть а вот с фруктами цветами это не совсем подходящая история потому что у вас все таки должно быть ну какая-то натуральность типа естественность вот поэтому гель-лак у меня допустим вот коллектив ну довольно таки большой и мы когда с девушками общаемся многие из говорят о том что просто не видит смысла уходить на себя потому что мы же считаем и у меня различные прямые эфиры проходят до которых у них тоже есть доступ они тоже могут сесть и посчитать у меня есть чтобы не запутаться у меня есть эфир в который после которого я девочкам скидываю таблицу да с расходами в которую они могут вбить свои данные и просчитать насколько им выгодно реально работать на себя или нет сейчас история какая те у кого слишком низкие цены они будут работать на расходники на самом деле сейчас во многом работать на расходнике вот а после всей этой истории с кризисом это будет сильно ощутимо потому что евро растет доллар растет никто же не отменяет закупку материалов и так далее и тому подобное и все это надо будет покупать и для всего этого нужны будут деньги а откуда не будут если стоимость процедуры да там допустим условно 500 600 рублей а это по факту себестоимость что если вы когда-нибудь просчитывали себестоимость ваших услуг то наверняка она выходила не больше чем он не меньше чем 400 500 рублей это в зависимости от материала которым вы работаете так среднем конечно это где-то 500 рублей за чисто себестоимость представляете если ваша услуга стоит 600 рублей 600 800 то конечно это прям совсем печаль тоска какая цена для региона оптимально все зависит от того где вы работаете и какие у вас расходы себестоимость процедуры это что да это же не только материала это амортизация это я беру сейчас пропаду я беру сейчас салатовый неон и желтый неон и добавляю вот эти вот поворотики то кое-где вот это амортизация это расходные материалы которые вы должны закладывать в стоимость процедуры для того чтобы оставаться на плаву для того чтобы оставаться в плюсе если в этого день не делаете то скорее всего у вас под конец месяца задается вопрос блин я вроде столько много зарабатываю но где же мои бабки до согласно цена сейчас взлетели у вас сейчас есть курсы как рассчитывать прям курсов таких нет но прямой эфир будет будет бесплатный вот он сейчас в рамках марафона 6 числа будет проходить у меня анонс марафона есть если вы еще не находитесь в этом марафоне то рекомендую вам зарегистрироваться если ничего не ошибаюсь если не если я ни в чем не ошибаюсь а вроде как бы не ошибаюсь а марафон бесплатный там условия типа подписаться на спикеров но я думаю что это минимальная цена да не так проблематично если у вас краска съезживается то скорее всего вас там топ остался поэтому берем топ убираем одно могу сказать точно сейчас будет хорошо жить тот кто умеет считать и выживет только тот кто умеет считать потому что да сейчас многие кричат о том что малый бизнес загибается ля-ля-ля тополя бизнеса ним загибается по той причине что предпринимателями становятся люди которые не умеют считать деньги я никого не хочу обидеть чтобы вы понимали я тоже не умею считать деньги поэтому я и учусь ну то есть смысле с чего образовались эти курсы да вот математика до бьюти мастера мне захотелось разобраться где мои бабки почему они вроде столько работы и куда они все деваются таким образом и родилась родился курс потому что я однажды села и все это дело посчитала и офигела узнала вас кстати за марафонов спасибо большое но я вот сейчас очень стараюсь марафонах участвовать для того чтобы как можно больше аудиторию собрать узнала причем у салона себестоимость высока у стран лонов очень высокая амортизация что такое амортизация это аренда износ оборудования зарплаты и так далее там подобные налоги все все то что вы должны закладывать стоимости в себестоимость процедуры в самой да и когда вы посчитаете конечно вы поймете что там история вообще очень грустная расчет только на рубли ну да в силу того что я все таки в рублях а какая разница по сути вы меняете просто валюту да и все и считайте ну то есть курс то он дается не конкретно на рублях да вы там свои данные вбиваете но если вы про таблицу конкретно сейчас вот здесь подснимем липкий слой берем желтый не он желтый горчичные белые как поднять цены чтобы не распугать конкуренция сейчас поднимать цены нельзя я вас расстрою но ближайшие месяца два лучше этого не делать объясню почему люди злые сейчас после всей этой жести которая творится очень часто многие люди забывают одну простую вещь вы наверняка слышали от своих друзей и знакомых вот эту фразу типа вот у меня вот у меня вообще вот у меня жопа а у других сейчас конечно же не так ведь мы же все живем на другой планете правильно вот у него жопа у нас нет у нас все прекрасно то есть многие люди думают только о том что хреново именно и на самом деле при новой сейчас одинаково всем именно по этой причине поднимать цену максимально вот насколько возможно нельзя желтый плюс белые я заполняют эти квадратики потому что это может разозлить вашу клиентскую базу потому что то может отпугнуть от вас и потому что у вас должны были быть все таки косметика оборудование закуплено ну косметика до 1 раз к закуплена заранее если вы этого не делали то конечно это печальная история и у вас просто не будет выхода кроме как поднять цену иначе вы будете в той самой жопе извините за выражение но блин это правда заполняет сделаю кае смузи манга хорошо что у вас есть манга счастливые люди тут среди нас есть вот о чем я говорила про стоимость когда ее надо будет поднимать и на будет поднимать летом когда все нормализуется когда все свыкнутся с мыслью о том что все вот так вот плохо но теперь надо как-то жить дальше когда всех под отпустит пройдет эта история с коронавирусом успокоиться евро с долларом и вот тогда вы спокойненько заявляете своим клиентам о том что вот как могла до последнего держала для вас мои хорошие любимые цены а вот теперь вообще не могу все расходники закончились нужно что-то делать покупать а денег нет поэтому поднимаем цены и цены вы поднимаете не на 100 200 рублей до точно на там 5-6 процентов но в соотношении если валюта другая а прям нормально так то есть если стоило 1300 стала стоит еще там 800 почему потому что в следующий раз вы сможете повысить цену только через год от повышения на 100 200 рублей никому погоды вы не сделаете приятнее никому не станет но имеется виду вам точно вот и вы очень быстро поймете что повышение цены на 100 200 рублей это полная фигня часть клиентов уйдут да это нормально человека есть выбор и он его сделает либо вашу пользу либо в пользу другого места но если вы действительно хороший мастер если вы действительно вкладываетесь в свое образование в сервис в качество безопасность то пару раз сходи в другое место клиент очень быстро поймет кого он потерял и вернется к вам обратно и никакой проблемы вас не будет вот привет лерочка мы тут манго рисуем топ с желтым неоном и немножко беленького и начинаем размещать блики как объяснить клиентам почему дорого да вот был вопрос очень просто нужно воспитывать своего клиента и объяснять это не номинально да то есть аккуратненько при помощи социальных сетей постов и так далее и тому подобное прямые эфиры ходить рассказывать что вы сколько стоит периодически показывать закупки показывать новинки то есть вообще по-хорошему в каждом каждой студии должно периодически что-то обновляться то есть вам же сама было бы приятно следить за тем аккаунтом в котором каждый раз что-то новенькое купили вы допустим там кофе новый хороший вкусный хоп stories делали купили пару новых цветов гель-лаков stories выставили у нас там обновление палитра нет у вас возможности обновлять сейчас палитру достали какие-нибудь неоновые розовые зеленые которые уже сто лет никто не красил и про них уже думать забыли открасили их на новый типсу заново и выставили у нас новые цвета весенние тогда и тому подобное то есть такая маленькая хитрость а клиент для клиентов особенно для новеньких будет создавать впечатление что у вас действительно обновляется палитра что вы что-то новое происходит в студии и соответственно вопрос почему так дорого он сам по себе просто не возникнет потому что безопасно потому что качественно потому что я постоянно повышаю свою квалификацию потому что у меня материалы качественные по целому ряду потому что красота летняя до сразу захотелось манга сколько стоит брать за дизайн у нас в салоне берут девочки от 150 до 300 рублей за ноготь вот мой дизайн по стоимости следующим образом у меня две тысячи обычные обычная коррекция плюс обычный дизайн это имеется ввиду да там допустим ну простая коррекция что в один тон либо френч вот а если это какой-нибудь там дизайн то он будет стоить 2 500 у меня фиксированная цена он люди так скажем если вы сложная коррекция типа восстановление формы и так далее там подобное да наращивать на пяти шести семи пальцах то скорее всего это будет простой дизайн но по стоимости будет как сложная коррекция и я всегда клиенты предупреждаю заранее о том что ну вот нам пришлось восстанавливать форму сейчас это будет очень актуально потому что большинство клиентов вернуться через 30 дней до без ногтей лучшем случае либо с какой-нибудь жопы на ногтях потому что есть вероятность что сходят вам из меня изменят да вот поэтому заранее обязательно клиентам оставляйте побольше времени на процедуру и обязательно ориентируйте по поводу того что стоимость будет чуть чуть подороже потому что это будет не совсем коррекция ну или как раз таки можно будет сделать акцию на восстановление да то есть там скидку какую-то дать но об этом тоже надо проговаривать типа там я вот понимаю я вхожу в положение делаю тебе скидочку чтобы клиент знал потому что очень часто мы не ценим просто потому что мы не понимаем ценность то есть ну вот условно там вам скидку сделали вам пошли навстречу заложив в этот бонус да уже в процедуру а клиент об этом не знает и ему как бы кажется что и луки и нормально вот поэтому обо всем надо проговаривать если у вас нет администраторов то соответственно беритесь храбрости проговаривайте сами если вы стесняетесь напишите это на листе и поставьте рядом с рабочим местом манга у меня будет стоить вместе с коллекцией 2 500 то есть если на все ногти в один тон и манга на двух ногтях то 2 500 то есть 500 рублей за дизайн топ плюс черный станем тень таким вот образом не за что обращаюсь дальше смотрите вот по поводу этих краев квадратиков тут такая история вы можете прорисовать их можете не прорисовывать то есть ну как бы она и сейчас принципе неплохо выглядит но немножко абстрактно можно прорисовать прям чуть-чуть темным цветом коричневый плюс оранжевый коралловый то есть мы прям совсем чуть-чуть такую как бы задать четко что ли можете этого не делать так вот сушим вообще на самом деле это очень круто потому что представляете вы сейчас выйдете с карантина и для своих клиентов сможете предлагать дизайны то есть условно если вы хотите повысить цену но не знаете как это сделать да понимаете что у вас нет выбора вам нужно повышать цены как еще это сделаешь по-другому да то есть мы берем сейчас здесь вот точечки ставим коричневые плюс оранжевые прям легенькие точечки такие натыкать пятнышки такие можно даже стопом слегка подсмешать мы берем формируем палитру дизайнов и предлагаем своим клиентам дизайны которые будут стоить допустим там по 300 рублей за дизайн не за ноготь а за дизайн и говорите однотонное покрытие у меня осталось как и было там допустим тысячу рублей если вы хотите дизайн то будет стоить 1300 палец заболел нажать скриншотом это очень круто что вы скринете потому что на самом деле это очень полезно и помогает потом черный плюс зеленый стопом добавим тень куда где в листиках такую вот но сегодня любез двойной и дизайн по финансам и во всем успели поговорить конечно 12 лет опыта что вы думаете мы клиентов уже знаете как как только не дурили ну я в хорошем смысле да то есть понятное дело все эти предложения маркетинговый ход так далее не аж тоже мастером работала я прекрасно понимаю в каком вы сейчас положении потому что мы точно в таком же просто сейчас я больше не за себя как бы создаю эти предложения а для наших мастеров для коллег которые работают со мной в салоне вот клиент должен понимать почему он вам платит такие деньги это важно если он это не понимает значит скорее всего вы просто ему не объяснили знаете как говорится если вы уверены в качестве своего продукта но клиент все равно говорит дорого значит вы ему просто не объяснили ценность данного продукта покрываем топом глянцевым в данном случае фрукты я бы не покрывала матовым то по мнению очень нравится как они выглядят под матовым сочность теряется вот время эфира пока еще разрешает нам спасибо вам за ответы на вопросы очень много полезного вам большое спасибо за вопросы да пока да пока он не пишет нам о том что финито так и финальный до белой гель красочкой выполняем прорисовочку гель краска без липкого слоя только при максимально тоненько ты нам делать а здесь как раз можно квадратики прорисовать не оборщите с этими белыми линиями лишнего чтобы не наделать там где надо отделить и так вот веточка тут чечки есть листочки подсушивайте периодически да если сомневаетесь себе слегка подсушиваем вы пользуетесь с нами только люксия лента хотела знать менее оба более бюджетных гель лаках все что зависит от того что вы называете бюджетными гель лаками русская я не пользуюсь люксио использую потому что мне нравится у них неоны они не меняют цвета после просушки вот в основном я пользуюсь их неонами и темно-зеленый цвет я использую да потому что аналогов не могу пока найти не в одной марки лента я вообще их фанат ну я вообще в принципе их эксперт да ну как технолог можно сказать поэтому понятное дело что у меня очень много марки этой секундочку вот но в принципе я многие различные гель лаки использую различных фирм то есть не обязательно только перечисленные вот собственно говоря завершаем этот у нас более красненький темненький да это чисто такой оранжевый луи филипп или клио клио у нас есть пару цветов у них прикольные оттенки луи филипп не как-то обещали все прислать попробовать но как-то не доходили руки у них наверное чтобы прислать и и пока я его не пробовала вот клио точно я цвета могу использовать какие-то для дизайнов по факту то не имеет значения какие цвета вы будете использовать но именно для прорисовывать главное чтобы они были пигментированные плотные растушевывались хорошо да и не меняли цвет после просушки а так хоть blue sky тот же раз уж на то пошло вот но базы только линда это однозначно не он и пока это только люксио и я не вот ну вот собственно говоря манго готов да клио в принципе неплохо мне много каких-то оттенков есть и голубые там и синие и розовый красный что такое просто находишь какого-то своего фаворита и как-то смысл еще что-то искать ну я не вижу мне многие марки присылают на пробу различные оттенки в принципе таким образом я и про милку узнал да то есть вот milk 109 я думаю что он недорогой вот сюда да драгон фрук наш присоединил апельсин еще был там где-то клубнички валяются да сегодня у нас полезно такого эфир был я напомню что завтра мы с вами встречаемся вот этих пацанов рисовать до они завтра послезавтра под он послезавтра вот и еще у нас на очереди фрукт фрукт будет либо ананас либо лимон посмотрим милк там девчонки завершая эфир чтобы успеть сохранить это мне тут уже напоминает что все хорош вот всех всем большое спасибо было очень приятно пообщаться базу меня только линта рабер успевает за последние 30 секунд успеть сказать все спасибо большое за эфир если будут вопросы пишите отработки присылайте не забывайте ставить хэштег буду очень благодарна если сделаете ссылку себе в stories по поводу проведения эфиров да ну чтобы как можно больше количества мастеров собрать наших бесплатных эфиров добавляйтесь в телеграм чтобы поэтапность получить сейчас я ее туда скину ну и вообще большое спасибо и до встречи послезавтра теперь встречаемся в это же время 8 и не наверное всем вот все спасибо большое до встречи